Как креативить в бизнесе? Видеозадача для интеллектуальных предпринимателей в поисках стратегий роста, которых направит на путь творчества в бизнесе куратор образовательных программ «Сколково», специалист по маркетингу и обучению взрослых Виктория Александровна Дерюгина. Я хочу предложить вам следующую схему работы с креативом. Да, я сейчас не оговорилась. Это работа с креативом. Я думаю, что вы при работе с креативом ожидаете услышать от меня что-то про дизайн мышления, разные творческие методики и так далее. Медитацию, может быть. Медитацию в том числе. Очень уважаю медитацию, но нет. Смотрите, работа с креативом с точки зрения бизнеса – это работа с тем, как использовать вот это креативно-творческое пространство с тем, чтобы формулировать видение системы разделения труда, в которой мы находимся. То есть вообще ловить вот эту картинку, как могло бы быть. Можно ли вообще вообразить такую норму, в которой техника российского производства становится лучше? И меня поддерживает тут практически аудитория. Рабочая группа. Рабочая группа, да. Это, кстати, наши предприниматели. Вот они сейчас активно учатся. Вот. Вот в этом пространстве культурно, культура, искусство и творчество, тренируется очень важная компетенция управляющего собственника и предпринимателя. Это видение. Как вообще видеть? Креативное пространство помогает увидеть новые нормы с перспективой в ближайшем будущем. Это очень сложная штука. То есть когда мы платим десятки тысяч долларов за американские школы, в которых мы пытаемся за несколько недель, дней, иногда месяцев, собрать вот эту картинку, куда идет мой бизнес, как я вижу будущее, мы обычно это делаем линейно. То есть мы пытаемся это делать, окей, сегодня мы находимся в этой точке статистически, вот, как бы выигрывали в прошлом те игроки, которые делали ставку на это, это и это. Это все хорошо. Но на самом деле видение формируется через то, что вы начинаете видеть, как сейчас. Что такое норма сейчас и какой она может быть. Чтобы видение реализовалось, вам нужны инструменты влияния. Вот когда они складываются вместе, у вас получается очень сильная позиция в системе разделения труда или на рынке, что вам привычнее. И тут простая экстраполяция существующих тенденций не сработает. И вот здесь я хочу привести два примера. Притом один пример, он буквально, ему буквально один день. Вот давайте представим себе рынок лакокрасочных продуктов. Как будет определяться видение на этом рынке? Оно будет определяться в буквальном смысле углом зрения основателя. В буквальном. И вот этот угол чем, тем уже, чем неустойчивее позиция основателя и SEO. Что значит неустойчивая позиция? Это когда меня раздергивает. Тренд появился. Мы должны делать вот такие краски. Нет, вот такие краски. Сейчас модно вот это, не модно. Скажите мне, когда ко мне приходят на консультации со словом тренд, я знаю, что нам предстоит долгая работа. У меня тренд является первым индикатором того, что нам нужно будет очень долго формировать устойчивость совета директоров или конкретного предпринимателя, с которым мы работаем. Слово тренд не несет с собой само по себе ответа. И оно может расшатывать. Второй момент здесь, это то, что я в целом очень узко представляю себе набор возможностей. Именно возможностей. То есть набор норм про тот или иной, ну давайте назовем рынок. То есть я считаю, что краска это только для специалистов в сфере ремонта. Я считаю, что краска должна продаваться только в специализированных строительных магазинах. Только в алюминиевых банках? В алюминиевой банке. А как без алюминиевых банки жить вообще? Куда мы без них? Здесь уже на одном из слайдов добавлен человек. То есть тут, видимо, был тренд, что нужно человека центрично поставить фотографию счастливого. К сожалению, этот тренд был заложен не нами, хотя это второй, насколько я знаю, по доле рынка игрок в Российской Федерации. К сожалению, этот тренд был заложен вне российского контекста, но тем не менее. Это уже круто. Ты нам показываешь, как мы двигаемся за нормой. Сформированные кем-то. Вот смотрите, задача какая? Сильное видение получается тогда, когда при сохранении устойчивости вы можете расширять свою POV, point of view. Что значит расширять POV? Это не больше трендов набрать, а допустить большее количество возможностей, чем вы сейчас можете. Именно вот этот мега, я бы даже сказала мета-навык, очень развит у людей, которые являются представителями творческих специальностей. Надо увеличивать разнообразие возможных сценариев будущего, что хорошо развито у творческих личностей. Более того, он же развит у очень высококвалифицированных мастеров, у которых вот мастер с большой буквы. То есть даже если человек работает по очень узкой и очень такой специальности руками, у него может быть невероятно широкое представление. Если вы поговорите с мастерами, которые всю жизнь посвятили себя какому-то ремеслу, сделали это искренне, скорее всего, они вам будут рассказывать очень широко свою картину мира. Она будет широкой, и она будет глубокой. Вот когда мы это расширяем, как мы это расширяем? Как раз-таки через культуру, искусство и творчество. Когда-нибудь эта грань, это противопоставление, оно сотрется. То есть для нас это будет норма. На сегодня для нас это такой очень простой, это шорткат. Это быстрый выход туда. И вот, например, вчера показали упаковку и айдентику для краски, которая выполняет сразу две функции. Помимо классической функции для любой краски, декоративной, она чистит воздух. Вот так? Да. И то есть это люди, которые сели и сказали, почему well-being-продукт – это БАТ. Вот. Кто сказал, что well-being-продукт – это вообще добавка? Кто сказал, что well-being-продукт – это какой-то трекер или умный матрас? Да. Почему не стены? Почему не лакокрасочные изделия? На всякий случай рынок well-being-продукта, если вам вдруг покажется, что это розовые единороги, пони или кто-то еще, рынок well-being-продукта растет с сумасшедшим кагром. Вот. От года у него еще такие текучие сейчас контуры, его очень сложно мерить, но прогноз у него по росту больше 25% год к году. Там есть что делать. Там хорошо. Есть хорошие возможности. Вот. А достигается это через погружение бизнеса в область новых идей – в культуре, искусстве и творчестве. Соответственно, они поменяли все, включая упаковку. Как вы видите, это уже другая упаковка. Помимо того, что она перерабатываемая, она совершенно по-другому будет вставать и совершенно по-другому будет формировать вид полки в магазинах. Она по-другому будет приучать к тому, что она открывается, там сразу есть вот этот поддон, валик и поддон, а с другой стороны есть вот этот рефил, в котором краска. Пожалуйста. Но для этого нужно было очень сильно расширить картинку, видение. Вот. Я думаю, что один из методов, в котором это делали, это в том числе подглядеть в других категориях, совсем в других, не в красках. Возможно, в бьюти. Возможно, в бьюти, кстати, да. Я вообще не исключаю. Для постановки навыка рекомендуем письменно ответить на все вопросы и видеозадачи. Насколько часто в бизнесе возникает проблема роста? Как героиня видеозадачи предлагает решать это через творчество? Вам понятно, как выводить бизнес из кризиса креативом? Ваши варианты ответов на вопросы по видеозадаче оставляйте в комментариях к этому видео. Рекомендуем вам посмотреть базовые видео и проработать дополнительные материалы, чтобы глубже разобраться в теме. Все ссылки будут в описании к этому видео. Благодарим за присыланный фрагмент Самойлова Алексея Александровича и ждем ваших видео на разбор. Подписывайтесь на видео каналы Рема и Weekend.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова